Всем привет! Добро пожаловать в Влог на пару. Вы просите, чтобы мы показывали обычную нашу еду. Просит? Просит, да. Ну вот, я сегодня ем вот такую вот кашу овсяную, органическую, с пшеничными отрубями. А я ем вот этот нос. С клубничкой. Покажите нос, который я ем. Вот, вот. Вот этот нос ем. У Ани на завтрак-то чёрные носы. Ещё я пью мечниковскую простоквашу. Она мне показана по состоянию моего кишечника. Вот такую чашечку. Ой, не надо было показывать. Нельзя, Бася очень любит, но ей тоже нельзя. И у нас очень сложно купить эту простоквашу. Ну вот мы ухватили в ЦУМе как раз. Две последние бутылочки взяли. И ещё в ЦУМе продают. Ещё банан и кофе. Аня про свою еду расскажет сама. Я банан не ем, потому что у меня изжога от бананов. От клубники у меня тоже проблемы. В общем, я ем намазывалки всякие. Икра, вот тут президент шоколадный, фета, колбасный сыр мамин я буду есть. И буду пить кофе со сливками. Это я редко делаю, потому что с кофе тоже у меня проблемы бывают. Это не каждый день я ем такой завтрак. Очень часто я хлопья ем, ну не хлопья, а овсянку ем. Другую, не такую? Другую, да, да. Иногда я ем яичницу, иногда... Вот вчера я ела вообще гадость какую-то. Я ела фунчозу с хлебом и ещё что-то. Ну потому что я очень спешила. Вот, а в основном... В основном на самом деле кашу. Перед работой я всегда ем овсянку. Я в порядке. Правда? Нет, 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 нет. Армия, это не работа с 9 до 5. И сегодня мой простой обед. Гречка с огурчиком и с фитакстой. Аня там что-то себе ещё мудрит. Вот задаёт мисс Лилия. Точнее, это не совсем вопрос на самом деле. Я просто восхищена вашими отношениями матери и дочери. Такими лёгкими, искренними отношениями могут похвастаться далеко не все. Ольга Ростиславовна, я думаю, что в основном это ваша заслуга, так как вы мать. Поделитесь секретом, пожалуйста, как воспитывать и общаться с дочерью, чтобы в будущем были такие же замечательные отношения, как у вас с Аней. Спасибо за ранее. И второй вопрос. Такой же вопрос. Почти такой же. Марина Романович. Скажите, пожалуйста, вы с Анюткой всегда были так близки и дружны. Вы на одной волне. Такие дружеские отношения, общие увлечения. Расскажите, пожалуйста, Анюта, а с замужеством твои отношения с мамой укрепились или стали чуть прохладнее? Спасибо. Ну, я хочу сказать, что это не заслуга матери в одностороннем порядке, потому что в любых прекрасных отношениях, которые вы видите, всегда есть какие-то, не то что препятствия, но всегда есть этапы, которые нужно пройти. В детстве, когда вы видите, ну, там, в подростковом возрасте, в детстве, когда вы видите прекрасные отношения между мамой и дочкой, то да, это, конечно, в основном заслуга родителей, заслуга мамы. Но когда вы в возрастом состоянии видите такие отношения, то это заслуга двух сторон. То есть мы научились друг с другом общаться так, что вот у нас такие близкие отношения. Мы их сохранили спустя многие года и подростковый возраст, и более взрослые мои годы. По поводу времени, когда я была замужем, в тот момент, да, у нас немного были прохладные отношения. То есть не всегда у нас были вот такие отношения. Нет, но мы всё равно, они были ближе, чем у многих. Да, это правда. Вот, и в какой-то момент, ну, как сказать, мы просто друг друга уважаем и любим очень. И у нас всегда было стремление, я вот говорю, мы, я правильно говорю? Правильно. Правильно. Мы всегда хотели преодолеть какие-то трудности, если у нас были какие-то в отношениях. И всегда хотели сохранить вот эту любовь. И мы всегда, на самом деле, показываем нашу любовь друг к другу. Даже когда ссоримся, потом мы миримся, потому что всё равно любим друг друга. И, ну, со своей стороны… Это вам так кажется, что всё вот так идеально. Когда Анина подружка смотрит, как мы любим друг друга, она в бафе не сидит. Мы глядя на им домой. Мы говорим, что страшно. Вы же ругаетесь, я домой поеду. Мы говорим, мы не ругаемся, мы разговариваем. Вот. Ну, просто, ну, в какой-то момент я маме объяснила, что я не совсем всё-таки ребёнок. Наверное, мы всё-таки можем быть разные. Потому что у мамы такое было раньше впечатление, что я должна думать и делать всё, как она. Потому что… Ну, как большинство мам. Да, я же дочка, значит, я такая же, как мама. Но думаю, что с моей стороны, может быть, это единственный мудрый мой поступок был в наших отношениях. Но со своей стороны я не как безумный подросток или ребёнок, или просто как эгоистичный, себе любилый человек кричала и топала ногами и говорила, что всё, я не буду с тобой разговаривать, и ты просто плохая мама. Я просто маме до сих пор, на самом деле, объясняю, что я другая. И у меня могут быть другие вкусы, другие предпочтения. Ну, и я могу быть другой. Конечно, очень крупно повезло. И, наверное, вы просто по опыту, по тому, как следите за другими семьями, наверное, понимаете, что в семье может быть 5, 6, 10 детей. И всё равно к матери какой-то один ближе. Я не знаю, звёзды это, астрология это или ещё что-то. Ну, вот мне повезло с Анютой. И, конечно, я уже тоже рассказывала, что у меня характер не сладкий. Вы не думаете, что я сижу такая мягкая, пушистая. Сустик-то. У меня очень не сладкий характер. А Аня, она очень добрая. И вот то, что она умеет всё объяснить и рассказать, это на самом деле талант. Потому что вот у меня в семье родители, как бы я их не любила, но они жили не очень дружно. И самое главное, они не разговаривали. Ну, это ещё называется выяснять отношения. Ну, выяснять отношения по-разному можно. Можно, можно просто покричать и разойти. А можно вот именно прийти к какому-то конструктивному решению, к консенсусу и дальше жить, понимая друг друга. Вот мои родители так не жили. Они могли неделями не разговаривать. И у меня на самом деле вот была такая модель поведения. Я тоже делала то же самое. Как только что не по мне, я перестаю разговаривать. И мне просто опять же и с мужьями повезло, что они первые подходили. Особенно Аньке. Папа, это вообще... Вот такой добрый человек. Он просто всегда подходил и говорит, я виноват, я виноват. Что мне нужно? Что я виноват сделать? Как у уральских кельвейней. Уральских кельвейней, да. Ну, я понял, я что-то сделала. Что я сделала? Опять же, вот обсуждать, вот он вообще ничего не хотел. Если я говорила, ну давай мы поговорим. Нет, ты скажи мне, что я сделала. Нет, я просто виноват, да, вот всё. А дальше уже терять время на эти разговоры он не хотел. И ещё раз говорю, вот просто вот так сошлись звёзды, наверное. И до сих пор я могу психануть. И очень сильно. Реже уже стало, да, наверное? Стареешь, мать! Не с кем ты мать. Вот, и, вы знаете, вот нам ещё повезло в том, что мы и в Арифлейме были партнёрами. Это очень сближает. И сейчас вот на Ютубе, ещё в одном направлении, мы партнёры. Ну, с одной стороны, это сложно, когда очень много времени вместе проводишь. А с другой стороны, вот когда Анютка была маленькая, я везде с ней ходила, мне не на кого было её оставить. И у меня правая рука всегда была ею занята. То есть я её вела за свою правую руку. И когда я её отдала в школу, я вышла из школы и не могу ничего понять. Мне плохо. У меня вот правая рука не занята, чего-то рядом не хватает. И сейчас, ну, всё равно мы куда-то ходим по отдельности. Вот она приехала с вечеринки, с шашлыков с этим, и говорит, «Ой, мама, мне так хочется тебе всё рассказать». То есть, понимаете, вот такие какие-то у нас, да, отношения сложились, что мы всё друг другу просто стремимся рассказать. И это... Ну, пока, говорит, скрывать нечего, да, мне особенно. У меня так никого нет, я не гуляю. Моешь всё время кого-то под кроватью прячешь. Под кровать, шкафу. И поэтому двери на шкаф повесили. Да. Вот. Так что вот так, дорогие друзья. Не знаю. Она с детства очень меня любила. Это просто моя мама вообще не понимала. Мы с мамой раньше тоже были очень близки, особенно, когда я маленькая была, и в школе училась. Потом небольшой такой холодок прошёл. Но то, как Анютка себя вела, моя мама вообще не понимала. Довушка её вообще не понимала. Да. Она не понимала. Потому что Аня ни у кого, кроме меня, на руках не сидела. Вот мы ездили, ей было три года в Крым. С мужем, с сыном, с моим. В Андрюшке тогда было уже, получается, 14 лет. Взрослый мальчик такой. Мог бы её носить на руках. Или муж мой. Вот она заснёт, мне уже тяжело. Я начинаю её передавать кому-нибудь из них. А она в рёв. Понимаете? Она никому никогда не разрешала даже самки везти. Вот кроме меня. И вечно, как цыганёнок бегала за подол, держалась. Я не знаю, может быть, вот действительно так просто сошлись звёзды. Поэтому нет такого рецепта. Но на самом деле, вот Анюта правильно сказала, должно быть стремление, должно быть желание сохранить отношения и всё обсуждать. Потому что очень много родителей становятся в позу или детей. Становятся в позу и всё. На этом всё прекращается. У нас было такое. Мы сколько? Год или полтора нормально не общались. Да, у нас было такое. Потому что мы обе встали в позу. То есть до этого мама психовала, я подходила. А тут я тоже психанула. И полтора года нормально не общались. Да, два почти. Да, но мы жили вместе. Но всё равно у нас были тёрки. Выяснение отношений с криминализированным. Вы знаете, вот это всё всё равно похоже на то, как живут муж и жена. Ну, это даже не муж и жена. Это все и подруги также живут. Да, не секрет. Я просто ни какие-то сплетни передаю. Если кто-то знает Владимира Евгеньевича Дубковского и его жену Валерию, они открыто на всех своих семинарах в Академии мастерства рассказывают свою историю, что 20 лет они прожили вместе и были на грани разрыва. Но всё преодолели, живут сейчас идеально. То есть понимаете, вот люди проходят, либо не хотят работать над отношениями, либо работают. А что такое работа над отношениями? Работа над собой. Это всегда работа над собой. Ну, ещё раз хочу сказать, что у нас не просто отношения дочки-матери, у нас партнёрские отношения и в бизнесе, и в работе, и по жизни. Всю мою жизнь, сознательность 12 лет, можно так сказать. Поэтому говорить о том, что это вот... Ну, только я считаю, отношения не партнёрские, они более поверхностные. Поэтому поверхностные отношения сложнее удержать, сложнее над ними работать, сложнее сохранить их вот в таком хорошем состоянии. Вы поняли, да, что этот вопрос очень важен для нас. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Это звонок очень важен для нас. Мы можем долго говорить на эту тему, если хотите, мы ещё поговорим на эту тему. И когда мы в Эрифлейме активно работали, все были тоже в восторге от наших отношений, потому что у многих дети в Эрифлейме не пришли за родителями, и не помогали, и даже не поддерживали. Но в любом случае, я ещё раз хочу сказать, хочу прямо сказать, вот ещё раз. Сказано буквально. Да, то, что вы видите с экранов, то, как мы себя ведём, это, конечно же, и вообще любые хорошие отношения, которые вы видите между людьми, это красивая обёртка. Внутри это большая работа, которую проводите. Вот сейчас вспомнила, у нас во дворе, когда мы жили в Алма-Ате, была одна пара пожилая. Ей, по-моему, было лет 78, а он её моложе был на несколько лет. Она такая вся, они из Риги были, вся такая в букальках, в кружавчиках, в таких брошечках вся, а он высокий, седой, такой презентабельный мужчина. И вот они всегда, каждый вечер гуляли под ручкой. Моя мама называла их голубками и просто восхищалась этой парой. Прошло какое-то время, и мы познакомились ближе. Но она меня во дворе, я не знаю, как-то полюбила, и на мне они познакомились, моя мама и Зоя Гатфридовна. И выяснилось, что он был такой гулян, просто страшный. Но он действительно был такой мужчина. И вот как мудро она себя повела, ну, всё зависит от того, чего женщина хочет на самом деле, какая у неё цель. Вот у неё была цель сохранить семью. И чего она только не перепробовала. Она, наверное, там моей маме всё это рассказывала. Она, конечно, маленькая была, мне было неинтересно. Но она всё это вот рассказывала, и рассказывала, как было тяжело. Зато теперь вот она ходила голубком, понимаете. И он уже ни на кого не смотрел. Так что, ну, всё зависит от того, чего на самом деле хотят обе стороны. Нельзя. Вот вы говорите, как воспитать дочку. Ну, нельзя никого заставить. Нельзя никого заставить. Жить по вашим правилам, во-первых. Во-вторых, нельзя никого заставить. Ну, родители идут, конечно, на уступки. Но уступать нельзя. Когда просто такие отношения, что дочка живёт отдельно, приводит детей своих, кинула маме. Привет-привет, пока-пока, там что-то принесёт и всё. Вот на этом заканчиваются отношения. Мы вот каждый божий день с утра до вечера трёмся вместе, вы понимаете? Ну, и очень тяжело на самом деле. Как будто в камере на два человека. Одиночка практически, только вдвоём. Да, так что нет, это на самом деле работа. И наши благодарности. Я благодарна, что мама пытается выздороветь. Потому что это у меня сейчас самый насущный вопрос. Она вообще позавчера сказала мне, не говори никому, что... Я сегодня встала и думала, что я уже пойду на улицу. Потом мне поднялась ещё раз температура. Она говорит, никому не говори, что я заболела. Да. Вот. Но у неё температура 38. Мы с ней договорились, что ещё два дня, если не спадёт температура, она пойдёт к врачу. Так что вы свидетели. Вот так вот. Обязательно. Ну, а ты благодарна чему? Я благодарна за то, что вокруг меня такие замечательные люди. Аня, Маня, Бася. Все меня поддерживают. Все лечат меня. Эти две девочки наших лежат на мне опять же. У меня есть такая команда поддержки. Что вы такие замечательные. Вы знаете, вот особенно последние комментарии, такие тёплые какие-то пошли. Говорят, что мы чё-то помогаем кому-то. Здорово так. Прямо обретаешь свой 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 жизни. Огромное вам спасибо, что вы есть. Я вот лежала в отрубе просто. Как Бася. Сниматься мама уже только не накрашена. А так, в принципе, видите, как живенько. Живенько такая. Так что огромное вам спасибо. И даже в таких состояниях мы с вами обязательно увидимся завтра. Мы вас очень-очень-очень любим. Обнимаем вас крепко-крепко-крепко-крепко-крепко. И хочу сказать, что вы нам тоже очень помогаете. Да. В жизни. Ну просто вот. Вы даже не представляете, как. И мы вам желаем доброго утра. Счастливого дня. И спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока.